В 98-м году Российская Федерация подписала со странами Евросоюза соглашение, согласно которому единым номером экстренного вызова стал номер 112. Экстренные службы – это полиция, скорая помощь, газовая служба и пожарные. Как обстоят дела в городе, выяснила Лариса Панина. С 1 июня 2015 года пилотная версия службы 112 в Подмосковье начала работать не в автоматическом режиме, как прежде, а с оператором. Философия вызова сильно изменилась. Теперь с заявителем разговаривает живой человек, понимает его проблемы, вникает в эти проблемы, принимает решения, берет на себя ответственность. В этом случае при возникновении происшествия человеку не нужно задумываться, какая служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней. Он просто набирает 112 и система включается в работу. Происшествие может быть комплексное, как мы его называем, когда требуется реагирование сразу нескольких служб. Например, если это ДТП, а если это ДТП с жертвами, а если это ДТП с жертвами, которые требуют выезда еще и пожарной службы, там либо на смыв топлива, либо действительно на борьбу с огнем. В этом случае человек, позвонивший по 112, он никогда не сможет предупредить все службы одновременно. И основная задача системы 112 – это сокращение времени комплексного реагирования на сложные происшествия. В ее оперативности убедился и заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, который побывал в Логни с рабочим визитом. Сигнал был принят, обработан. В течение шести минут пожарная машина стояла возле администрации, потому что было вводное пожароздание администрации. Все нормативы пожарные выполнили. Реакция экстренной оперативной службы Дмитрия Владимировича устроила. С позволения оператора, мы со своего мобильного телефона тоже проверили оперативность реагирования службы 112. Алло. Оператор 112, город Логния, слушаю вас. Добрый день, Вадим. Телекомпания Логния. Спасибо за быстрый ответ. Небольшое помещение, расположенное в здании администрации, занимает Логнинская служба 112 вместе с дежурными единой дежурно-диспетчерской службы. Заместитель начальника ЕДДС Валерий Антонов считает, что, учитывая минимум кадров, во время дежурства работают по одному оператору от каждой из служб, это удобно, когда все находятся в одном зале. Полная поддержка и взаимозаменяемость. И те, и другие прошли обучение в специальном центре подготовки операторов в Звенигороде. В первые дни после введения в Логнин номера 112 на пульт поступало около 100 звонков. Сегодня их количество достигает в среднем за сутки 220. Надо при этом учесть, что большинство людей еще продолжают пользоваться прежними номерами, обращаясь напрямую в скорую помощь, к пожарным и полицию. Чтобы снять трубку и отреагировать на вызов, у оператора всего 8 секунд. Он видит все звонки, даже если они поступают одновременно. Имеет возможность обрабатывать их по очереди, оценивая степень важности звонка. Один, например, звонок по отключению электроэнергии. Люди звонят, и они беспокоятся, почему у них нет света. В этот момент постоянно названивает, повторно названивает женщина, вызывает себе скорую. У нее там живое ранение. И даже объясняя ей то, что ее проблема решается, скорая к ней выехала, все равно ее принимать нужно. Это человек с конкретной бедой и угрозой жизни. А тут отключение электричества. И приходится людям просто в краткой форме объяснять, что проблема решается, и сбрасывать их звонки, потому что все-таки там человек в каком-то критическом состоянии. То есть его никак бросить нельзя. Умная система устроена так, что номер 112 не бывает занят. Вы не услышите, набрав его в своей трубке короткие гудки. А вот оператор может быть занят во время вашего звонка решением чьей-то проблемы, которая не дает ему возможности переключиться на новый звонок. Как раз именно такие звонки уходят выше, их обрабатывает центр обработки вызовов, резервный или центральный, и они к нам опять же все равно спускают. То есть мимо нас каких-то реальных происшествий не проходят. Все входящие и исходящие вызовы регистрируются компьютерной системой. Ведется база данных основных характеристик происшествий. Точно такие же автоматизированные рабочие места обустроены у диспетчеров экстренных служб. Например, на станции скорой медицинской помощи один фельдшер вынужден принимать все звонки и по 112, и по 03, и по 103 из городских телефонов. Работа напряженная, но спасает большой опыт. Здесь, конечно, одному диспетчеру здесь очень сложно. Это просто у нас диспетчера такие с опытом, очень грамотные, очень знающие работы, поэтому справляются пока, а дальше не знают. Потому что я думаю, что вызовов будет еще больше и больше. В основном все будут идти по 112. И сейчас не только же мы принимаем по 112 свою территорию, мы принимаем и Дмитровский район, Озерецкое, и Носово поступает. Тем более, если экстренный вызов, ДТП и все прочее, мы же не отказываем, а мы еще по всем. Они в основном идут по 112. Вы знаете, 112, они реагируют очень быстро. Они быстро реагируют, быстро переключают нас на заявителя. То есть мы одновременно и со 112, и с заявителем ведем беседу, все то же самое спрашиваем. Удобно то, что сразу появляется карточка на экране. И мы сразу видим, да, где этот больной, куда нам ехать. Пока 103 попадает на скорую помощь, 112 к нам сюда оператор обслуживает. Через некоторое время 103 и 112 будет объединено. На нашу скорую помощь можно будет попасть только по городским номерам. Если вы хотите, позвоните именно с телефона, с простого. Сегодня такие тяжелые больные, казалось бы, лето, и мы все ждем покоя, и думаем, что народ отдыхает, на даче нет. Сегодня очень тяжелое и сложное дежурство. Все работают по рации, и спасибо всем сотрудникам, потому что, сами понимаете, вот они едут из Матищ, они звонят с переезда, и мы им передаем вызов в ДПО. Вот так вот мы стараемся побыстрее охватить все возможное и невозможное. Сегодня у нас 6 бригад, а вообще должно быть 8. У нас полностью укомплектован медиками, наш состав медиками, укомплектован полностью. Ну вот у нас чаще всего проблемы с транспортом. Вот сейчас у нас две машины вдали, естественно, возрастает нагрузка, идут задержки по городу. Поэтому все бригады наши работают по рации, все отзваниваются. Буквально заедут заправить лекарство, там шприцы поменять, и дальше снова. 44 года, женщина, давление. Как поняли адрес? Поняли, поехали. Спасибо. Где ты, по-другому? Женщина, 25 лет, болят почки под вопросом температура рвота. Поступил 1209, передала 1212. Как поняли? Поехали. Спасибо. Система 112 вводится не так легко, как может показаться. Это работа огромного количества людей, от разработчиков, установщиков, настройщиков до руководителей муниципалитетов. Введение и адаптирование на местном уровне работы системы взяты под контроль главы города. В заключении хочется напомнить горожанам, когда не надо звонить по телефону 112. Из любопытства для проверки работы своего телефона, если нет угроз жизни, здоровью, имуществу и правопорядку. Помните, что занимая телефонные линии не экстренными звонками, вы лишаете людей, попавших в беду, возможности спасения. Если вам нужна справочная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную службу. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.